Глава восьмая. Развод. Одним из революционных изменений, произведенных Торой в жизни человечества, стало введение ею института развода, позволявшего разлюбившим друг друга супругам расторгнуть свои отношения. Однако при этом еврейские законоучители всегда подчеркивали, что право развестись рассматривается как возможность, которой нужно пользоваться лишь в крайнем случае, то есть тогда, когда возникают обстоятельства, не позволяющие продолжать совместную жизнь. В I веке до н.э. между двумя ведущими школами еврейских мудрецов Шамая и Гелеля возник принципиальный спор о том, какие причины могут быть оправданы для развода. Ученики Шамая считали, что причиной для развода может стать лишь легкомысленное поведение жены, заставляющее мужа подозревать ее в измене. А вот ученики Гелеля утверждали, что оправданием для развода может стать любое недовольство мужа тем, как его супруга ведет домашнее хозяйство или готовит пищу. Однако и те, и другие подчеркивали, что семья священна и нужно сделать все для того, чтобы ее сохранить. Если мужчина разводится с первой женой, даже жертвенник в храме плачет, говорит по этому поводу Талмуд. А Медраж на книгу Торы Ваикра приводит историю с Раби Мейером, показывающую, насколько важен был с точки зрения мудрецов мир между супругами. Однажды в канун субботы вечером одна женщина до того заслушалась проповеди Раби Мейера, что вернулась домой, когда лампады уже успели догореть. «Ты где это была, так поздно?» – спрашивает муж. Слушала проповедь Раби Мейера. Муж, человек склонный к грубым шуткам, крикнул ей, «Пусть будет что угодно, но ты не переступишь моего порога, прежде чем не пойдешь и не плюнешь в лицо этому проповеднику». И выгнал ее из дому. Прошла неделя, другая, третья, говорят ей соседки, «Ты все еще с мужем в ссоре? Соберись, пойдем с нами к проповеднику». Раби Мейеру уже было известно об этом случае, и когда женщины пришли, он вышел к ним с повязкой на глазу и спросил, «Не умеет ли кто из вас ячмень на глазу заговорить?» Соседки и говорят тихонько той женщине, «Иди-ка ты, пошепчи и сплюнь ему на больной глаз, муж и помирится с тобой». Женщина направилась было к Раби Мейеру, но подойдя поближе, Раби Мейеру оробела. Учитель, созналась она, «Это неправда. Я заговорить глаз не умею». «Ничего, не беда, дочь моя», — успокоила ее Раби Мейер. «Ты только плюнь мне в лицо семь раз, и я вылечусь». Женщина так и сделала. «А теперь, — сказал Раби Мейер, — иди к своему мужу и скажи, ты приказал плюнуть раз, а я целых семь раз плюнула». Раби, взволновались ученики, «Пристойно ли ученому так унижать себя?» «Никакого тут унижения для меня нет», — ответил Раби Мейер. «Упрощение мира между мужем и женой сам Бог считает великим и святым делом». Поэтому неудивительно, что и в древности, и в средние века случаи разводов в еврейских общинах были единичны. Еврейская семья всегда считалась особенно прочной. Да и сегодня равенатские суды в Израиле, в ведении которых находится развод еврейских супружеских пар, делают обычно все возможное, чтобы сохранить семью, подчас намеренно и совершенно неоправданно затягивая процедуру развода и подталкивая супругов к примирению. Вот как рассказывает об этом Мешков в антологии беседы о недельных главах Торы. «При разборе очередного дела о разводе в Тель-Авивском равенатском суде возникла проблема. Супруги настаивали на том, чтобы все нажитое ими за время совместной жизни было поделено поровну, в том числе и дети, числом 11». Увидев, что никто из супругов не соглашается взять меньшую долю, Раввин придумал оригинальный выход из положения. «Отложите развод на год. За это время у вас родится еще один ребенок, и вы сможете поделить детей поровну». Супруги приняли совет Раввина, но через год в суд не явились. Раввин, улыбаясь, набрал номер телефона. «Я полагаю, что вы помирились, и можно закрыть дело», — сказал он, поднявшему трубку мужу. «Не совсем, но мы так и не можем поделить детей». «Что, ваша жена не родила?» «В том-то и дело, что родила двойню». Иерусалимский Раввин по делам выходцев из СССР, СНГ Раф и Егуда Гордон рассказывает о том, как один из выдающихся Раввинов нашего времени, духовный лидер русскоязычных религиозных евреев в Израиле конца XIX – начала XX века Раф Ицхак Зильбер однажды помирил пришедшую в суд разводиться пару. Он внимательно выслушал показания жены, вылившей на своего мужа потоки грязи и обвинившей его во всех смертных грехах, а затем попросил дать ему время подумать. Спустя несколько дней Раф Зильбер вместе с Равом Гордоном явились в дом к этой семье, причем сам Гордон не знал, для чего Раф Зильбер затеял этот визит. Дверь открыл муж, и Раф Ицхак Зильбер с порога накинулся на него с кулаками, крича во весь голос. «Мерзавец! Негодяй! Все, что говорила твоя жена, это правда!» Растерявшемуся супругу не оставалось ничего другого, как только пытаться увернуться от все новых и новых ударов. Поднять руку на Раввина он не смел. И тут заголосила женщина. «Что вы делаете? Не смейте его трогать! По какому праву? А ну вон из нашего дома!» Несмотря на то, что Равва Зильбера едва ли не с позором выставили за порог этого дома, он выглядел чрезвычайно довольным. Спустя несколько дней женщина пришла домой к Равву Зильберу просить прощения. Дескать, она погорячилась, но и Раф несколько перешел границы. «А как складываются ваши отношения с мужем?» — спросил Раф Зильбер. «Да мы в тот самый вечер и помирились. Сразу после того, как вы ушли!» — отмахнулась женщина. «Он вовсе не такой плохой, как вы о нем думаете. Скорей наоборот». «А я о нем никогда ничего такого и не думал», — с улыбкой ответил Раф Зильбер. И только тут до женщин дошел смысл преподанного ей Раввином урока, и она уже от всей души произнесла «Спасибо вам за все, Раф Зильбер. Огромное спасибо». Анализируя процедуру развода в иудаизме, можно понять, какую огромную роль отводит еврейская религия интимным отношением между мужем и женой. Если, скажем, такие причины, как семейная ссора, несходство характеров и тому подобное, Раввинский суд может счесть необязательным для развода, то есть невозможность осуществления интимных отношений или неудовлетворенность ими одного из супругов считается причиной более чем основательной. Например, мужчина может заявить в суде, что его жена часто отказывает ему в близости, из-за чего он испытывает постоянную сексуальную неудовлетворенность. Мужчина также может сказать, что после появления у нее того или иного физического дефекта она стала ему неприятной в сексуальном плане, и суд признает развод законным, не говоря уже о тех случаях, когда сексуальная жизнь с женщиной вообще невозможна. Такое решение, к примеру, принял недавно Иерусалимский Раввинатский суд для пары, в которой супруга страдала редким анатомическим отклонением, что делало для нее половой акт крайне болезненным, в связи с чем за два года супружества между ней и мужем было всего две-три интимные близости. Однако, признав требование мужа о разводе справедливым, суд одновременно оговорил, что он должен выплатить своей жене огромную денежную компенсацию за потерю ею девственности. Формально, по Торе, право предоставлять развод имеет только муж. Сам развод вступает в силу, когда он подписывает написанное специальным письмом разводное письмо, гет, и вручает его жене при свидетелях. Однако Галаха оговаривает конкретные случаи, когда муж просто обязан дать развод своей жене, но если он отказывается, то его следует принудить к этому, либо путем лишения свободы, либо избиением палками до тех пор, пока он не согласится дать своей жене разводное письмо. В современном Израиле Равинацкий суд, разумеется, палками никого не наказывает, но имеет право отправить супруга в тюрьму за упорствование в отказе подписать разводное письмо. Тем не менее, сегодня в Израиле проживает свыше 100 тысяч женщин, которые требуют развода от своих мужей, а те по разным причинам отказываются им его дать. Эта проблема не раз поднималась в Кнессете, израильском парламенте, и в обществе местными феминистскими организациями. Отказницы даже провели несколько громких демонстраций в Иерусалиме и в Тель-Авиве, требуя раввинов применить к их супругам самые серьезные меры внушения и принудить их дать им развод. Среди причин, по которым муж обязан предоставить жене гетт по ее требованию, называются не только случаи грубого и насильственного обращения с женой, но и причины чисто сексуального порядка, например, если мужчина оказывается калекой с поврежденными половыми органами или импотентом, который не в состоянии удовлетворить свою жену. Впрочем, даже дурной запах от мужа, который мешал женщине во время интимной близости, считался достаточным поводом для развода. Мужчина, согласно существующим традиционным правилам, признается импотентом тогда, если, по словам жены, не имел с ней супружеских отношений больше шести месяцев. Кстати, если христианин в период средневековья мог доказать, что он не импотент, совершив публичный половой акт с проституткой, то для евреев такой способ был категорически неприемлем и судьям приходилось верить женщине на слово. Да и ситуация, когда интимные отношения с мужем просто неприятны жене и вызывают у нее отвращение, тоже признается вполне уважительной и дающей законный повод для требования женщины развода. Именно такое дело рассматривалось в одном из равеннадских судов Израиля в 2005 году, когда вполне светская и раскрепощенная еврейка подала на развод на том основании, что муж требует от нее, чтобы она занималась с ним анальным и оральным сексом, что ей крайне неприятно и вызывает у нее отвращение. Муж же в ответ заявлял, что требует от жены всего лишь выполнения супружеских обязанностей. По его словам, еще до вступления в брак они договорились, что будущая жена станет выполнять все его сексуальные фантазии. И эта устная договоренность не менее важна, чем письменная, сказал ответчик. Женщина призналась, что такая договоренность действительно имела место. Но господин судья, воскликнула она, я тогда не представляла, до каких уродливых форм может дойти сексуальная фантазия мужа. Оскорбленный супруг, в свою очередь, согласился дать развод только в том случае, если его жена будет признана нарушительницей устного договора и в связи с этим не получит ничего из совместно нажитого имущества. Однако раввины отклонили все эти доводы супруга, посчитав, что в данном споре правда однозначно на стороне женщины. Ответчика обязали дать развод с разделом имущества поровну. Уже упоминавшийся нами великий еврейский ученый, мыслитель Иравин Рамбам, Маймонит, писал в связи с этим. Если женщина говорит, мой муж отвратителен мне и я отказываюсь с ним жить, мужчина должен написать ей разводное письмо, потому что жена не может быть приравнена к пленнице, которая лишена права поступать в соответствии со своими желаниями. Кстати, именно Рамбам и предложил избиение палками в качестве наказания для мужей, отказывающихся предоставить своим женам развод. В то же время еврейские законы о разводе построены так, чтобы предупредить двухлюбящих людей от слишком поспешного совершения такого шага и одновременно дать им возможность исправить роковую ошибку. Так при разводе им напоминают, что с момента выдачи и получения гетто им запрещено вступать друг с другом в интимные отношения и вообще жить под одной крышей. В то же время, если они, разойдясь, поняли, что не могут существовать друг без друга, то им разрешается вступить в повторный брак. Но только в том случае, если женщина после развода не вступила в брак с другим мужчиной или даже просто была с ним близка. Если это произошло, она, согласно Галахе, становится окончательно запретна для своего бывшего мужа и, увы, уже никакое осознание ими ошибки не может быть никак исправлено. Коэнам, потомкам первосвященника Аарона, вообще запрещено снова жениться на своей бывшей жене, даже если у той после развода не было ни одного мужчины. На протяжении столетий официальное существование в иудаизме института разводов давало евреям немалое преимущество по сравнению с христианами, у которых, как известно, развод был запрещен или сопряжен с неимоверными трудностями. Сегодня в Израиле, где этот институт в целом следует древней еврейской традиции, супружеской паре развестись куда труднее, чем на Западе. Тем не менее, в Израиле ежегодно распадается около трети от общего числа заключенных супружеских союзов, что воспринимается соблюдающими традиции евреями как свидетельство глубокого кризиса, который переживает в современном еврейском обществе институт семьи. Завершая разговор о разводе, нельзя не вспомнить и проблемы агунот еврейских соломенных вдов. Особую остроту эта проблема приобрела в начале 20 века, когда сотни и сотни евреев попросту бросали своих жен и детей, чтобы, порвав с религиозным миром, вести светский образ жизни. Так как официальный гет той или иной брошенной женой получен не был, то она продолжала считаться замужней женщиной, и, стало быть, иудаизм запрещал ей вступать в брак и сожительствовать с другим мужчиной до тех пор, пока муж не пришлет ей разводное письмо или не будут получены достоверные сведения о его смерти. Понимая всю ненормальность ситуации, при которой все еще молодая женщина не может создать семью и жить нормальной сексуальной жизнью, раввины тратили подчас немало времени и сил для того, чтобы разыскать пропавшего без вести мужа и уговорить его подписать гет, или, если мужа найти не удавалось, попытаться доказать факт его смерти. В древности, чтобы в случае пропажи без вести его жена не стала агуной, уходя на войну, евреи давали своим женам развод с тем, чтобы вступить с ними в повторный брак после своего благополучного возвращения домой. Сохранение супружеской верности в данном случае приобретало принципиальное значение, если в то время, пока муж воевал, у женщины появлялся любовник, она уже не могла соединиться со своим мужем. Для справки. Перебор с фантазиями. Израильский суд признал недействительным брачный договор, согласно которому жена должна была безоговорочно выполнять все сексуальные фантазии супруга, исполнять свой супружеский долг не реже двух раз в день и ходить по дому только в одном пеньюаре. В ходе бракоразводного процесса супругу было отказано в получении компенсации за невыполнение женщины всех условий этого договора. Нет, мы не подходим друг другу, дорогой. 9650 супружеских пар развелись в Израиле в 2004 году. Для сравнения, в 2003 году развелись 9250 пар, в 2002 – 9854 пар. Наибольшее число разводов пришлось на жителей Тель-Авива – 759, что на 14% больше, чем в 2003 году. За Тель-Авивом следует Иерусалим – 608 разводов, плюс 10%, Решон-Лецион – 426, плюс 18%, Беаршева – 345, плюс 0,3%, Хайфа – 334, минус 3,6%. Самые высокие темпы роста числа разводов – 600% – были зафиксированы в Мицперамоне, где в 2003 году развелись две пары, а в 2004 – 14. Уменьшение числа разводов по сравнению с 2003 годом было зафиксировано в Мадиине, где развелись 50 пар – 30%, в Ириэле, где развелись 17 пар – 47%, в Кейсарии – 66%, в Омере – 45% и в Беньямине – минус 66%. 150 мужчин в 2004 году отказались дать своим женам развод. Против 63 из них были применены различные санкции, а 7 из них отправились за отказ дать своей жене Гет в тюрьму. В качестве материальной помощи разведенным женщинам, не получающим алиментов, Институт национального страхования выплатил в 2002 году 510 миллионов шекелей.